МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный директор Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Марина Владимировна Филонова. Марина Владимировна Филонова родилась в городе Бугульма в Татарии. В 1981 году окончила Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины по специальности организация механизированной обработки экономической информации. В 2013 году получила еще одну специальность – современный иностранный язык, внешнеэкономическая деятельность. Трудовой путь начинала инженером на Гомельском радиозаводе в 1981 году. С 1989 года работала в Гомельском облсполкоме специалистом отдела внешнеэкономических связей Комитета экономики, заместителем председателя, начальником отдела внешнеэкономических связей Комитета экономики, советником председателя облсполкома. В ноябре 2013 года назначена на должность генерального директора унитарного предприятия по оказанию услуг Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты. Вопросы, которые касаются деятельности Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты, вы можете задать, позвонив по номеру телефона 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Марина Владимировна. Здравствуйте, Ольга. На прошлой неделе состоялся визит главы государства в Грузию, к которому пришествовал белорусско-грузинский форум. Вы принимали в нем участие, и, конечно же, мне очень интересно, Марина Владимировна, узнать ваши впечатления. Сначала личные, от самого мероприятия и от страны. Ну, вы знаете, Грузия сама по себе страна очень интересная, очень колоритная, поэтому просто сама Грузия очень интересна. А участвовать в таком визите, такого высокого уровня, это, кроме всего, и почетно, и ответственно. И то, что делегация Гомельской области принимала участие в этом визите, это тоже очень важно. У нас состоялись не только контакты в рамках бизнес-форума, у нас была отдельная программа, по которой мы посетили наш регион-партнер, город Кутаиси, и отработали там, и встречи были как на уровне органов власти, это и вице-губернатор региона, это и представитель мэрии, это и бизнес-круги именно города Кутаиси, Меретинского региона, и те контакты, которые были в рамках бизнес-форума в Тбилиси, потому что огромный интерес был проявлен к нашим организациям, к белорусским. На форуме присутствовало 64 организации из Белоруссии и 135 организаций из Грузии. Это с учетом того, что Грузия не такая большая страна. Поэтому интерес был, и очень надеемся, что будет эффективность от такого визита. Но какую цель вы перед собой ставили в Грузии? Самое главное – рассказать и представить именно нас, Гомельскую область, представить бизнес, высказать свои интересы, потому что у нас хорошие контакты складываются. Мы в Кутаиси, в Меретинский регион Грузии пришли вслед за Гомельским горосполкомом, потому что город Гомель в 2016 году стал побратимом города Кутаиси. Следом, в 2016 году мы подписали соглашение с Торгово-промышленной палатой Меретинского региона. И вот именно этим постарались наполнить экономическим содержанием вот такое соглашение. И в этом году в рамках бизнес-форума, в рамках этого визита, было подписано соглашение между Гомельской областью и Меретинским регионом. Поэтому контакты в принципе на всех уровнях уже есть. То есть вот та база, которая должна быть заложена для взаимоотношений, она уже есть. И самое главное теперь сделать ту работу, которую мы должны сделать. Ну а лично вам, Марина Владимировна, что больше всего нравится в Грузии? И в грузинских продуктах, и в другой продукции? Ну, грузинская продукция, мы же ее знаем хорошо, она у нас хорошо представлена. Это в первую очередь, конечно, вина грузинская, которая хорошо известна и сейчас хорошо представлена у нас. В данном случае больше все-таки речь шла, наверное, о наших белорусских продуктах, потому что отмечали, именно грузинские наши партнеры отмечали продукцию, продукцию Беларуси. И что очень важно, как раз отмечали Беларусь как страну дружественную. И очень было приятно, когда говорили, что белорусы нравятся, они добрые люди. Поэтому, наверное, вот это очень важно для того, чтобы сложились все другие контакты. И речь шла о многих товарах. В первую очередь, конечно, отмечали пищевую продукцию, качество наших других товаров. Это и сельхозмашиностроение, то, что известно. То, что у нас экспортируется, это и мебель, и обои. И я говорила продукты питания, я бы остановилась еще, потому что очень популярная и очень интересная мясомолочная продукция. И на сегодняшний день в Грузии за два года открыты уже пять магазинов в Тбилиси и Батуми, которые реализуют именно пищевую продукцию белорусскую. Это очень приятно. И нам бы хотелось тоже не останавливаться над этим и поработать над тем, чтобы в нашем городе-побратиме наши грузинские партнеры узнали нашу белорусскую продукцию, продукцию Гомельской области. Ну, некоторые уже знают, а в этом году такая задача масштабная, стоит амбициозная, в два раза увеличить товарооборот, причем в котором 80% это именно наша продукция. И некоторые предприятия Гомельского региона уже заключили соглашение, уже имеют свои представительства, свои торговые дома в Грузии. Скажите, пожалуйста, у кого еще, вот помимо Гомель-обоев, помимо производителей мясомолочной продукции, есть такая возможность представиться в Грузии в ближайшее время? Ну, в общем-то, представляли свою продукцию и Гомельский химический завод, и Добрская бумажная фабрика. Наши предприятия пытаются осваивать рынок Грузии, хоть он и небольшой по своему объему, тем не менее он интересен, и есть возможность через Грузию в том числе поставлять на третьи страны, и поэтому вот эта страна интересна в разных планах. Но я бы еще отметила, что такая тема, как туризм, тоже очень важна, и ей тоже очень интересуются и наши грузинские партнеры, и наши белорусские компании. Замечательная тема, но продолжим мы несколько в ином ключе, чем, по вашему мнению, может гордиться Гомельская область. На этот вопрос наших корреспондентов отвечали гомельчане. Давайте узнаем, как. Молочные продукты покупаем прекрасно, и здесь же он, видите, как, и занимает первые места. Гордимся молоком, мясом, всем гордимся. Торгуют хорошо наши производители хоккейной одежды, хоккейной формы, которые стали производить в Гомеле. Есть такая форма хоккейная. Знаете его, не знаете, да? Что в Гомеле производят шикарную хоккейную форму. Природой, большим количеством водоемов, очень красивых мест. То есть туризм можно развивать? Вполне. Все условия для этого есть. Молочные продукты прекрасные у нас. Молочные, что плохие? Ну, естественно, брестские хорошие, но наши тоже нормальные. Добровский этот завод, посуды, как он называется? Фарфоровый. Фарфоровый, да. Ну так, я, правда, не покупаю уже давно. Уже все куплено. Но так вот, когда в магазине бываю, смотрю, красивые очень у них и сервизы. Такие оригинальные. Не знаю, кто пускает керамику. Мне очень нравится еще керамика. Лично я считаю, что Гомельская область может гордиться многим. Например, вот я живу в совхозе Брилева. Директор у нас, к области, Фаркадий Тарасович. Герой соцтруда. Помогает многим людям. Я лично горжусь, что я живу именно в Брилеве. И именно, что я приехала с Володы в Гомель. И живу здесь с 85-го года уже. Она город похорошел. Области стало много. Вы знаете, я не могу сказать, что я знаю хорошо производство. Потому что я не работала в этой сфере. Но вот единственное, что знаю, что сельское хозяйство у нас на высоте. Жлобинский металлургический. Ну, я думаю, что продукцию он выпускает очень-то достойного качества. Единственное, что хотелось бы, наверное, чтобы больше экспорта было. Чтобы мы больше денег имели на продукции Жлобинского металлургического завода. Нефть у нас есть своя. Это то, что касается промышленности. Ну, сельскохозяйственное машиностроение тоже, наверное. Фабрика наша. Вот то, что касается легкой промышленности. Фабрика 8 марта. Единственное, что у меня есть немножечко такое пожелание к ним. Чуть-чуть, чтобы у них было лучше сырье. В принципе, сейчас они уже стали хорошие вещи, такие достойные шить. Вот. Поэтому, в общем-то, я считаю, что есть нам чем гордиться. Мы продолжаем диалог. Говорим сегодня о работе Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты. Конечно же, нам есть чем гордиться. Марина Владимировна, как Вы считаете, сформирован ли сегодня имидж Гомельской области как производителя и как делового партнера? Ну, вот даже судя по тому, какой репортаж Вы подготовили, говорить о том, что имидж Гомельской области на территории Республики Беларусь, наверное, уже сформирован. А если говорить о заурбежье, то я бы сказала, что мы стали узнаваемы. Стали узнаваемы больше, и это радует. То есть, когда мы говорим, что мы представители Гомельской области, и начинаем напоминать о том, какие предприятия, какую продукцию производит наше предприятие, люди ее узнают, люди оценивают, люди говорят свои впечатления о том, как они пользовались той или иной продукцией. Мы просто где-то напоминаем им, наверное, и подсказываем, что да, сгущенка – это гомельская. Металлопрокат – это белорусский металлургический, поэтому радует. И, конечно, интерес Гомельской области не только поэтому растет. И мы часто говорим о том, что географическое положение области очень выгодное и хорошее, и мы должны это использовать, особенно сейчас, когда интересы наших зарубежных партнеров переместились, я бы сказала, с западной границы Республики Беларусь на восточную. Это очевидно, и мы видим в своих контактах именно гомельского отделения, мы видим, что есть огромный интерес именно к этой территории, к восточной границе, потому что за нами таможенный союз, огромный рынок, и заинтересованные иностранные партнеры присутствуют в Гомельской области, работать с нами. Тем более, что белорусов отмечают как все-таки ответственных очень и доброжелательных партнеров. Поэтому я считаю, что перспективы для дальнейшего формирования нашего правильного имиджа есть. Вот это немаловажно, если нас знают как надежных и как ответственных партнеров, которым можно доверять, то тогда действительно у нас впереди хорошие перспективы. Но скажите, пожалуйста, какова роль именно торгово-промышленной палаты в том, чтобы у предприятий, у бизнеса общество появились эти тоже, наверное, не менее надежные и долгосрочные партнеры. Что вы для этого делаете? Ну, торгово-промышленная палата Беларуси, она мало отличается, скажем, по основным целям от любой другой мировой торгово-промышленной палаты. Это самое главное – содействие внешнеэкономической деятельности. Это создание контактов, создание той бизнес-среды, которая позволит деловым партнерам найти друг друга, в какой бы стране они ни находились. Если говорить именно о торгово-промышленных палатах, то это уникальная вообще система для ведения именно вот такой работы. Потому что торгово-промышленных палат, они находятся более чем в двухстах странах. Поэтому, в общем-то, в каждой стране сейчас есть представители торгово-промышленной палаты. Кроме того, Белорусская торгово-промышленная палата создаёт и пополняет ещё и свою сеть, и добавляет представителей БелТПП в регионах, где отсутствуют дипломатические представительства Республики Беларусь, для того, чтобы мы могли дотянуться своими контактами до абсолютно разных стран. Вот это интересно. Долгие годы мы работали в основном с ближайшими соседями. Это было и выгодно, и понятно. Мы друг другу хорошо известны. Мы, в общем-то, в едином историческом культурном пространстве существуем. А теперь рынок открыт, и мы смотрим уже так далеко, во все стороны света, и в Китай, и в другие страны. Скажите, пожалуйста, вот так глобально, какие направления сегодня международного рынка рассматриваются как приоритетные? Ну, приграничное сотрудничество никто не отменял. И оно, как бы мы ни старались развивать свою географию, все равно оно остается самым сильным. И это очень важный приоритет в нашей работе. Но мы должны, сохраняя приоритетные рынки, те, которые для нас хорошо известны, рынки России, рынок стран СНГ, мы, конечно, должны стремиться на дальние рынки. И задача ставится продвижение продукции в государство дальней дуги. И сейчас среди приоритетов, правильно вы сказали, Китай и страны Африки, страны Латинской Америки. Поэтому, может быть, это очень непросто, потому что это далеко. И дотянуться не так просто, я абсолютно с вами согласна. Это не приграничие, куда можно сказать, вот 40 километров Украина, 40 километров Россия. Это все-таки дальше, плюс это другой язык, как правило. И не всегда английский. То есть препятствий для того, чтобы туда проникнуть, достаточно много. Тем не менее, это нужно делать, потому что конкуренция растет. Конкуренция растет во всем мире. Всем странам тесно на своих территориях, потому что развиваются производства. Поэтому, конечно, нужно расширять географию. Да, тот, кто будет бояться каких-то препятствий, тот заведомо проиграет. Это можно сразу сказать. Скажите, пожалуйста, какие у нас есть возможности. Будем говорить об этом, для того, чтобы все-таки успешно эти рынки, во многом для нас еще непонятные, загадочные, чтобы их осваивать. Что у нас с Китаем? Потому что несколько лет уже сотрудничество ведется, и поставки идут. Возможностей много. В принципе, и с Китаем это, или с какой-то другой страной, конечно, подписывается большое количество правительственных соглашений, подписывается большое количество отраслевых соглашений и договоренностей, для того, чтобы продвигалась продукция конкретных отраслей и сфер. И, конечно, работают наши, я уже говорила, дипломатические представительства. Работают другие организации, которые содействуют внешнеэкономической деятельности и продвижению наших интересов. Конечно, здесь не последнюю роль играет и торгово-промышленная палата. И поэтому, вот вы говорите, например, Китай. Я бы сказала еще, здесь важный момент такой добавления, и не только в Китае, в другие страны. Межрегиональное сотрудничество. Сейчас все больше акцент делается на межрегиональное сотрудничество, потому что межстрановое сотрудничество, оно хорошо, но это более общие такие, скажем, да, объемы. А если говорить о сотрудничестве более конкретном, сейчас огромное внимание уделяется межрегиональному сотрудничеству. Поэтому регионы стараются найти себя. И по-разному ищутся регионы, те, которые могут объединяться и создавать какие-то совместные предприятия, продвигать свои интересы. И наоборот, те, которые могут взаимодополнять друг друга. Промышленный потенциал Гомельской области каждый год представлен на масштабной выставке «Весна в Гомеле». О том, как к ней сейчас идет подготовка и об одном из уже успешно реализованных проектов, предлагаю посмотреть сюжет. До проведения международной выставки «Весна в Гомеле-2018» еще почти два месяца. Однако подготовка к ней в Гомельском отделении торгово-промышленной палаты в самом разгаре. Как ожидается, в этом году самая масштабная региональная выставка в Беларуси соберет более 300 экспонентов из Республики Беларусь, ближнего и дальнего зарубежья. При этом деловым кругам на выставке предоставят специально оборудованную площадку, включающую зону для проведения переговоров и конференц-зал с мультимедийным оборудованием для деловых встреч и презентаций. Международная выставка «Весна в Гомеле» — это не только возможность предложить свою продукцию, но и найти новых бизнес-партнеров. «Весна в Гомеле» — это уникальная диалоговая площадка для иностранных партнеров. В рамках «Весны» в Гомеле мы организуем B2B-встречи, контактно-кооперационную биржу по профильным вопросам с иностранными партнерами. Гости нашего города, нашей выставки, могут также провести B2B-переговоры с экспонентами выставки. И здесь важна точечность и направленность встреч. Об эффективности проходящих в рамках выставки «Бизнес-встреч» можно судить по заключенным соглашениям о сотрудничестве. В качестве примера — Гомельская областная сельскохозяйственная опытная станция Национальной академии наук. На сегодняшний день это ведущая организация по производству семенного материала в республике. Из семян, произведенных на этой станции, выращивают отменный картофель, яблоки и другую сельскохозяйственную продукцию. И не только в Беларуси. Продолжительное время партнерами опытной станции были российские компании. Теперь поставки осуществляются еще и в Казахстан. Партнеров в этой стране нашли благодаря международной выставке «Весна в Гомеле» в 2015 году. Представители крупного фермерского хозяйства тогда рассматривали предложение по закупке большой партии яблонь. В результате выбор сделали в пользу белорусских деревьев. Кстати, те первые саженцы уже дали урожай. Первое хозяйство у нас было «Рамазан», а потом уже пошел «Разметов», второе хозяйство. А потом подключилось третье. Значит, у нас были сразу поставки, фермерское хозяйство «Рамазан», «Алику», шел картофель, шли саженцы. Потом, опять же, он заказал саженцы по весне. Мы поставляли ему, и были уже консультации, давали ему по саду. Я была в этом хозяйстве. А в прошлом году осенью мы большое количество, 12 тысяч саженцев яблони отгружали в фермерское хозяйство. Там целое объединение «Разметову» Владимиру Федоровичу. И туда же шла земляника, голубика, виноград, жимолость, ну, разные культуры. Вот. И третье хозяйство было по отгрузке продовольственного картофеля. Это 100 тонн продовольственного картофеля мы отгрузили. И на весну есть договоренность по отгрузке 10 тысяч землянеки садовой. Вы смотрите «Диалог». Сегодня у нас гостя генеральный директор Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Марина Филонова. Марина Владимировна, действительно, одно из важнейших имиджевых мероприятий Гомельской области. Эта выставка «Весна в Гомеле» очень приятна, когда есть у нее такие наглядные результаты, когда она оказывается не просто каким-то событием, о котором все говорят, все пишут, но и полезным для конкретного дела, для конкретного человека, для его труда, его организации. Расскажите, пожалуйста, какие планы у вас на этот год к проведению «Весны в Гомеле»? Ну, что касается «Весны в Гомеле», то она уже давно перешла из разряда универсальных выставок в региональную. И сейчас это крупнейшая региональная выставка нашей страны. И очень правильный, я считаю, выбор мы сделали в пользу того, что на этой выставке будет представлен потенциал только Гомельской области. Мы добавляем на выставку сейчас коллективные стенды наших иностранных партнеров, потому что они проявляют интерес, выставка международная, но предприятия белорусские представлены только из Гомельской области. Это очень важно. Это очень важно для того, чтобы наши партнеры, когда приехали, могли встретиться с большим количеством руководителей, посмотреть больший ассортимент продукции на этой выставке. И, конечно, для того, чтобы имидж продвигать Гомельской области и этой выставке, мы стараемся чем-то удивлять каждый год. И стараемся делать весну в какой-то новой концепции. Вот в этом году, учитывая, что 2018 год малой родины, мы будем делать и формировать экспозицию весны в Гомеле, как под таким брендом, скажем, все богатство родного края. И мы бы хотели представить отдельно разные отрасли, показать, чем богаты наши регионы, наши районы. Поэтому будем вот такую концепцию продвигать. Уже у нас есть свои предложения, уже мы формируем и видеоматериалы, и все, что касается визуализации, и для того, чтобы мы могли представить именно потенциал с какого-то, может быть, другого ракурса весны в Гомеле. Поэтому вот такая задача, и, я не знаю, даже, наверное, такие планы, такое наше огромное желание сделать весну в Гомеле еще более интересной. Конечно, каждый год мы ставим себе эту задачу, потому что, ну, меняется мир. Надо меняться и нам, и даже такая выставка масштабная, как «Весна в Гомеле», тоже каждый год должна меняться. Ну, не меняется срок ее проведения, это всегда май, да, это всегда приуроченно совпадает с проведением экономического форума. Обязательно. В Гомеле для того, чтобы участники могли побывать еще и здесь, и здесь что-то для себя найти полезное. Ну, а обычные жители региона могут туда зайти? Ну, обычно всегда, конечно. Вот видите, даже по тому репортажу, который вы дали, я понимаю, что, наверное, отчасти и работа, и эта выставка была замечена и нашими жителями, потому что именно вот правильно подают информацию наши жители. Казалось бы, ну, вот та продукция, которую мы производим, которую мы представляем на выставке, и так хорошо и правильно она описывается. Поэтому это говорит о том, что люди интересуются и знают. И, конечно, такая выставка, она должна привлекать внимание. И мы работаем над тем, чтобы там присутствовали не только деловые партнеры, и не только бизнес. Конечно, нам очень хочется, чтобы жители и города, и области больше знали о том, какая наша область, какая она уникальная, какие новые производства появились. И поэтому мы стараемся, чтобы и не только товары, чтобы услуги, чтобы в том числе в выставке принимали участие и талантливая молодежь. И у нас очень много интересного, уникального, что мы бы хотели показать. Поэтому мы сейчас так тесно работаем и с ремесленниками, потому что это особенный колорит нашей выставки. На самом деле, да, это как символ, как талисман вашей выставки. Это то, что всегда несколько, какая-то территория отдана под продукцию ремесленников. Ну и кроме этого, Торговая промышленная палата реализовала ряд конкурсных проектов с ремесленниками. Расскажите, пожалуйста, об этом. Колокольчики, которые получили гран-при на конкурсе «Гомельский сувенир», их уже в качестве сувенира вручают иностранным делегациям, как это планировалось? Конечно, да. То есть мы конкурсы делаем не только для того, чтобы объявить, что это конкурс. Во-первых, сам конкурс включает большую работу, большую работу с ремесленниками, и в том числе и обучающие мероприятия с ними, и мастер-классы. Конечно, конкурсная комиссия выбирает победителей. И победителям первым трем местам мы обязательно даем заказ от имени Гомельского отделения торгово-промышленной палаты. По нашему заказу на определенные суммы изготавливаются сувениры, и мы их, конечно, вручаем нашим иностранным гостям, и в том числе в рамках выставки «Весна в Гомеле». Марина Владимировна, есть несколько вопросов на нашем портале на Вайбере. Как раз по этой теме. Как ремесленнику стать участником выставки, которую организует торгово-промышленная палата? Олег прислал сообщение. Слушайте внимательно. Как наладить отношения с торгово-промышленной палатой тем, кто еще пока этого не сделал? Заявки. Нужно заполнить заявку на участие. Это все просто. Мы уже разместили информацию и баннер о выставке на сайте Гомельского отделения. И поэтому можно зайти на сайт. Там кратко описывается, какой была выставка в прошлом году, архивные материалы за предыдущие годы. Конечно, заявки на участие. Поэтому все это сейчас можно сделать просто, зайдя на сайт. Поэтому все это упрощается. Да, на самом деле, да. Если что-то вы умеете делать красиво и качественно, и приводите в восторг, и еще умеете и деньги этим зарабатывать, то, конечно, сотрудничать с торгово-промышленной палатой это имеет смысл и хорошие перспективы. А еще одно сообщение и один вопрос. Каких успехов достигла торгово-промышленная палата за прошлый год в освоении новых рынков? Вот как раз тоже продолжение такой большой нашей темы. Какие-то новые, вот совсем новые направления появились? Там, где раньше не бывали гомельчане? Вы абсолютно верно подметили тот сюжет, который был именно по саженцам. Нас тоже он очень радует, потому что это тоже новое направление для нас. Есть закрепленные за палатой регионы, в том числе Казахстан. Вот речь шла о том, что наши саженцы уже присутствуют и растут в Казахстане. Причем это не только яблони. И в этом году огромный интерес. То есть хорошо показали себя свои яблони. И уже интерес к другой продукции, к другим саженцам. И голубика, и земляника. И, в общем-то, по разным государствам расширяется вот этот ассортимент продукции, которые представляет именно Гомельская область. И вот мы говорим, привыкли, что это традиционно продукты машиностроения, это продукция нефтехимии, это пищевые продукты. Да, это все хорошо, но у нас много интересного другого. И с этими продуктами мы тоже стараемся присутствовать на различных рынках. Я уже говорила, что вот и африканский рынок нам интересен. Проходит много мероприятий. Вот буквально вчера прошло большое мероприятие, организованное Белорусской торгово-промышленной палатой. Семинар по продвижению страны Африки, где присутствовали основные африканские партнеры. Были представлены депредставительства, которые работают в Российской Федерации и по совместительству в Республике Беларусь. То есть мы стараемся максимально приблизить партнеров из различных дальних стран к нашим белорусским партнерам, чтобы проще было найти друг друга. А вот такие выставочные мероприятия, аналогичные нашей весне в Гомеле, они проходят в регионах зарубежных? Выезжают наши предприятия, наши деловые люди? Конечно, проходят. Потому что каждый регион тоже старается себя представить, представить колорит свой и, конечно, продвинуть свой имидж. Наверное, из самых известных я бы назвала Курскую Коренскую, ее очень многие знают. Она проходит в Курске в июне обычно. Брянские выставка «Содружество» – это тоже имиджевая выставка этого региона. Плюс много, конечно, выставок проходит и в различных регионах. Казахстан тоже форум от Ирау Инвест, выставки, приуроченные к крупным форумам. В принципе, каждая, наверное, страна, каждый регион стремится, чтобы у него было такое имиджевое мероприятие. Ну, это просто обязательное условие. А где проходила выставка, Марина Владимировна, которая вас больше всего впечатлила? Может быть, с масштабом, может быть, с каким-то нетрадиционным подходом. Но вы многое видели, много где бывали. Вот так, чтобы «ах». Вы знаете, вот оно вроде и не так далеко. Как-то меня очень впечатлило. Мы были два года назад в Ирау. И вот именно там, в Казахстане, завязался этот контакт. Мне понравилось очень, что регион – это нефтяная столица Казахстана, Атырау. И, в принципе, они очень долго были ориентированы на то, что они экспортируют сырье и за счет этого живут. Но именно вот последние годы они стали развивать очень активно все другие направления. И все это представлено на выставке в больших-больших павильонах по разным направлениям. И, что очень важно, большое количество иностранных партнеров, разные языки. И абсолютно спокойно может идти общение на русском языке, на казахском, на английском. И масштаб, и вот деловые контакты в рамках этой выставки, честно говоря, меня впечатлили. Очень мне понравилась еще выставка. Мы были в Германии. Ну, Германия вообще славится своими выставками, скажем. Многие знают и Ганноверскую выставку. Очень много тематических, отраслевых выставок проходит именно в этой стране. Ну и говоря о выставочной деятельности, конечно же, будет неправильным не вспомнить то, что произошло буквально сегодня. Сегодня эта специализированная выставка «Строим дом» открылась в Гомеле. Расскажите, пожалуйста, чему вы решили уделить внимание в этом году? Как она изменила свой формат? «Строим дом» — это, в отличие от весны в Гомеле, которая является региональной выставкой, «Строим дом» — специализированная выставка именно для организации строительной сферы. И поэтому всегда она представляла потенциал именно этих организаций. Это республиканская выставка. Но в силу того, что как таковая выставка уже мало может быть интересна как посетителям, так и экспонентам, мы стараемся все время насытить наши мероприятия и эта выставка, не исключение мероприятиями, которые могут быть им полезны. И поэтому в преддверии выставки мы провели опрос среди строительных организаций и задали им вопросы, что вам было бы интересно. И вот таким образом родилась деловая строительная неделя. То есть в рамках выставки мы не стремились к тому, чтобы стенды занимали большое количество квадратных метров. Просто предприятия могут быть представлены. Они могут на небольшой площади представить свой потенциал. Главное наполнение – это возможность презентовать себя. Вот сегодня у нас открытие и презентации ряда компаний. Завтра у нас пройдет семинар. Семинар, посвященный маркетингу в строительной сфере. Это именно специфический для строителей вот такой семинар. И, кроме того, 30-го числа будет круглый стол. Мы его назвали «Актуальные вопросы в строительной сфере», где будут подняты проблемные вопросы. И просто можно будет задать вопросы, касающиеся бухучета, налогообложения, аудита, рисков строительства. И поэтому мы пригласили конкретных профессионалов для того, чтобы они принимали участие в этом круглом столе. И наши организации могут принимать участие в этом круглом столе бесплатно. Это тоже важно. Марина Владимировна, ну а что касается темы развития, продвижения бизнеса, как ТПП участвует в этом вопросе? Традиционно бизнес-визиты. И здесь встречи, которые мы организуем с иностранными партнерами. И это количество встреч ежегодно растет. И мы активное отделение очень. У нас хороший творческий коллектив, очень активный. Поэтому нам удается привлечь большое количество партнеров, которые могут приехать к нам. И это позволяет, проводя переговоры здесь, на территории, готовить наши выезды за рубеж более эффективно. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы тех встреч, которые мы проводим, и с дипломатическими представительствами, и с бизнесом, с бизнес-ассоциациями разных стран, чтобы их было больше. И на сегодняшний момент более четверти всех мероприятий такого характера, которые проводятся в Белорусской торгово-промышленной палате, проводятся гомерским отделением. Все это звучит очень впечатляюще. И все это говорит о очень высоком уровне. Скажите, пожалуйста, а человек просто представитель малого бизнеса, может быть, который несколько так пугается еще выходить так высоко, торгово-промышленная палата может быть полезна? Я считаю, что, конечно. И судя по тому, сколько у нас стало представителей малого, среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей именно среди членов Белорусской торгово-промышленной палаты, это говорит о том, что им это интересно и им это полезно. Если, например, в 2013 году 56% в удельном весе было представителей малого, среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, то теперь это 72%. То есть удельный вес растет. Это не говорит о том, что мы меньше внимания уделяем крупным предприятиям, но то, что вот таких организаций стало больше, это нас очень радует. Поэтому мы проводим специально для них тоже и образовательные мероприятия. В прошлом году мы провели две региональные конференции для предпринимателей в Жлобине и в Рогачеве. И планируем эту практику продолжать и дальше. А я планирую рассмотреть еще одно направление, которое не столь широко известно, потому что не столь широко освещается, и это понятно, но может быть очень полезно, особенно частным лицам. Это проведение экспертиз. Расскажите, пожалуйста, об этом виде вашей деятельности. Ну, вообще, среди приоритетных направлений торгово-промышленной палаты это внешнеэкономическая деятельность, мы ее так подробно, можно сказать, с вами рассмотрели, да, и экспертная деятельность. Экспертная деятельность, это, конечно, это и сертификация, здесь нас многие знают в этом плане, то, что мы выдаем сертификаты, но и экспертиза, и оценка. Мы производим и экспертизу, и оценку объектов недвижимости, оборудование, транспортных средств, традиционная экспертиза, судебная экспертиза. Очень много направлений, в которых работают наши эксперты. Может быть, какие-то новые появились? Ну, да, конечно, мы стараемся развивать и внедрять новые виды, и в прошлом году, например, я бы продолжила тему, вот я упомянула традиционную экспертизу, я считаю, что эта экспертиза очень важна для бизнеса, которые стремятся уйти от лишних затрат, от ущерба, потому что традиционная экспертиза – это экспертиза количества, качества и комплектности. Очень многие предприятия и импортируют, и экспортируют, поэтому им важно, чтобы то, что они получают по импорту или то, что они экспортируют, потом под каким-то предлогом не вернулось к ним, поэтому лучше зафиксировать это все. Кроме того, очень важны сейчас затраты, и мы работаем много над тем, чтобы предложить как раз какие-то направления, например, вот метод прямой оценки, мы сейчас многим разослали такие предложения, чтобы пересмотрели и методом прямой оценки постарались снизить налог на недвижимость, которую платят субъекты хозяйствования. Это, в общем-то, возможно в ходе переоценки недвижимости. Кроме того, сейчас очень много арендаторов, очень много арендуемого и помещений, и оборудования. И в данном случае, чтобы люди могли правильно передать, потом получить оборудование, не неся здесь каких-то дополнительных затрат, и когда можно будет оценить состояние того имущества, которое ты принял и которое ты потом вернул, очень много бывает здесь проблемных вопросов по состоянию этого оборудования, помещений, поэтому мы тоже оказываем такие услуги. Наиболее часто кто обращается за экспертизой, вот в общем объеме оказываемых услуг? Ну, все-таки это организации, потому что мы работаем и с частными лицами тоже, у нас есть день, в среду мы работаем и рассматриваем, то есть делаем экспертизу и товаров народного потребления, это может быть обувь, одежда, мы можем частным лицам делать экспертизу вот такой продукции, но в большей степени все-таки это организации, юридические лица. Марина Владимировна, есть по этой теме у нас вопрос, почему экспертиза это всегда дорогое мероприятие, что входит в ее стоимость? Ну, по-разному, по-разному, бывает, безусловно, бывает по-разному, но вы понимаете, что если говорить об экспертной деятельности, то мы не единственная организация, которая оказывает эту услугу. Много организаций, которые работают в этой же сфере, и это, наверное, тоже хорошо, потому что конкурентная борьба, как правило, снижает стоимость любой услуги, любого товара. И такое же происходит с экспертной деятельностью тоже. Поэтому на сегодняшний день, во всяком случае, в системе БелТПП стоимость нашего эксперта часа самая низкая. И здесь просто зависит от того, экспертиза чего производится, оценка чего производится. И можно говорить о том, дорого это или дешево. Но, как правило, когда люди сталкиваются с тем, что им нужно оценить. Сейчас, к сожалению, вот после такой зимы довольно часто сейчас обращения у нас поступают по залитию. Как раз вот такой период, да. И я бы не сказала, что кто-то отказывается, потому что цена у нас высокая. Во-первых, мы гибко работаем всегда, мы применяем систему скидок. Нам важно сохранить своего клиента. Поэтому мы, как любая организация, все стараемся для этого делать. Кроме того, и членам БелТПП дается скидка обязательно при обращении к нам. Так в целом, если резюмируя, мы сегодня очень много ситуаций рассмотрели разных, где вы можете быть полезны очень большому, такому широкому кругу людей. Скажите, пожалуйста, с какими вопросами, с какими проблемами помогут справиться специалисты БелТПП? Ну, наверное, с учетом того, что главная задача наша – это продвижение предприятий, продвижение субъектов хозяйственной и внешнеэкономической деятельности. Очень много обращений именно по поводу маркетинговых исследований. Поэтому в этой сфере мы много работаем. К нам радует, что стали обращаться конкретные предприятия с конкретными предложениями по подтверждению продукции на тот или иной рынок. Мы сами много делаем анализа работы предприятия. Например, в прошлом году мы отдельно сделали анализ сайтов, потому что сейчас интернет-маркетинг и состояние сайтов очень важно. По сайту судят в целом о том, что из себя представляет какая-то компания, насколько она благонадежна, насколько она современна. Да и ищут продукцию чаще всего. Где мы ищем продукцию? А какие выводы сделали ваши специалисты в этом исследовании? Потому что лично мне, конечно, очень субъективно, но немножко со своей стороны журналистской, кажется, что еще очень во многом мы далеки от требований времени. Есть над чем работать. И надо сказать, знаете, все-таки движение есть. И мы делали пару лет назад, делали такой анализ, вот такой масштабный. И в прошлом году сделали анализ. Есть движение. Но, к сожалению, не такое, как нам бы хотелось. Многие, заявляя интерес к экспорту продукции на англоязычные, на зарубежные рынки, представляют свои сайты на русском языке. Но мы же прекрасно понимаем, что это абсолютно бесполезная работа. К сожалению, таких случаев достаточно. И поэтому мы стараемся работать с нашими партнерами, предлагаем наши услуги как по созданию, по сопровождению сайтов, так и, главным образом, по переводу на иностранный язык. На сегодняшний момент мы переводим с и на 24 различных языка, в том числе редкие. Например? Японский, арабский, греческий. В принципе, если будет потребность у кого-то найти еще какой-то язык, то мы стараемся в тех странах находить именно носители этого языка, чтобы перевод был качественный. А какие маркетинговые исследования на вас произвели впечатление? Вы знаете, маркетинговые исследования, именно которые мы... Вот что касается продукции, да. Да, которые мы делаем. Я бы сказала, что мы их делаем под конкретные визиты свои, для конкретной организации. То есть тогда конкретно, когда организации заявляют свои основные виды деятельности, основные направления, которые им интересны в рамках визита в ту страну, которую мы предлагаем. И мы тогда начинаем работать по поиску организаций, которые могут быть интересны. И ищем еще те, которые могут быть покасательны, удобны и полезны нашим партнерам. Вот это, я считаю, если не углубляться уже в конкретику маркетинговых исследований, потому что, безусловно, мы для того, чтобы глубоко исследовать, мы используем и ту базу сертификатов, которые у нас есть, а сертификаты это и коды ТНВЭД, это та специфика, которая тоже может использоваться и важна для маркетинговых исследований. Спасибо, Марина Владимировна, к сожалению, вынуждены мы на этом закончить. Благодарю вас за диалог. Спасибо вам большое. Генеральный директор Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Марина Филонова сегодня была у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин